Всем привет! Сегодня мы сделаем обзор серии P44. Вот. Вот такие дома, 17-этажные. У них есть несколько видов. У них есть вот такой вид, как у дома серии КОП, это редкий вид. Есть вот такой вид, это один из основных, коричневый. Давайте посмотрим, как эти дома выглядят с задней стороны. Вон там еще такой же дом P44 есть, и вот тут. Смотрим сзади. Вот. Вот это вот вид очень редкий, как у серии КОП. Это основной вид, коричневый, как я сказал, один из основных, точнее. А также у таких домов есть желтый, то есть бежевый, так скажем, на фоне белого, ну, без белого никак. И бирюзовый, тоже на фоне белого. В таких домах могут присутствовать консервшки, но мы это узнаем в самом обзоре. Там тоже вдалеке виднеется редкий вид. Как у домов серии КОП. Вот там слева как раз дом серии КОП. Похоже, правда? Есть похожие серии дому этому. Есть P3, это похожие серии дому. И есть почти прототип серии P44T. Серия P44T немного другая. Она выглядит как кирпичный дом, но она напоминает новостройку с виду. Вон там вдалеке виднеется серия P3M. Вон там. Тут, правда, плохо видно. Ну, ладно. П3M тоже является похожей для вот этой серии. Хочу еще сказать то, что у бирюзовых таких домов есть один нюанс. То, что дверь бывает не справа, как обычно. Ну, вот тут давайте сейчас разглядим. Вот. Видно обычный подъезд по 44. Вот дверь там видна, наверное, справа. Но она бывает с левой стороны. Также у серии P3 есть такое. Также я хочу еще отметить то, что у P44 присутствует угловой подъезд. В сериях P3 такого нет. Ну, а теперь давайте приступим к обзору вот этой серии внутри. Приступим. Перед нами подъезд P44. Мы зайдем, пожалуй, в угловой подъезд. Открываем. Так. Хочу еще отметить то, что вот на этом месте бывает вторая дверь. На данный момент ее нет. Тут второй домофон. Этой двери тоже иногда не бывает. Так. Давайте попробуем открыть второй домофон. Добро пожаловать в подъезд. Так. Вот. Вот такой подъезд. Вот на этом месте иногда бывает комната консерва. И так же вот здесь. Но на данный момент их нет. Вот комната консерва в этой серии примерно начинается вот отсюда. А в P3 вот прямо здесь. Поднимаемся. Вот тут лестница есть. И тут два лифта. Груза пассажирских и пассажирских. Вызываем. Поехали на последний этаж. Вот. У нас тут панель приказа по стандарту на 18 этажей. Хотя на самом деле тут 17 этажей. Лампы у нас тут обклеены и горят все три. Кабина старая, 1988 года. Год постройки оставлю в описание. Адрес данного объекта, на котором мы сейчас находимся, Сумской проезд, 2, корпус 6. Хочу отметить то, что в угловых и обычных подъездах P44 расположенности квартир разные. Но это вы смотрите и изучаете планировку. Так, последний этаж. Так, тут квартира. Квартирный тамбур. Ну, и тут два лифта, как я и говорю уже. Так. Вот тут у нас вид из окна углового подъезда. Тут мусоропровод. Так, давайте вот сюда зайдем. Вот тут у нас тоже лестничная клетка. Я, кстати, еще хочу сказать одну вещь. Вот тут иногда бывает одно окно. Иногда по два. Ну, то есть вот этого окна не бывает. Давайте чуть-чуть спустимся вниз. Ну, там уже выход на крышу и в машинное отделение лифтов. Так, подъезд окрашиваем в зеленый цвет, но это не важно. Подъезд окрашивают в разные цвета. Возвращаемся к лифтам. Это уже предпоследний этаж. Он 16-й у нас. Там та же квартира. Ну что, давайте поедем вниз и поймаем грузы пассажирских. Я еще хочу сказать то, что в угловой... То есть в доме П-44 угловые подъезды не всегда бывают. Ну, вы это, наверное, сами видели. Продолжаем обзор. Извините, что прервал, потому что тут заходили жильцы. Это была помеха небольшая. Тут у нас табло у старого лифта. Но хотя новый, вот этот старый. Так, вызываем грузовый пассажирский лифт. Так, ну что, давайте поедем на седьмой все-таки. Не на самую середину. Так, тут уже... Ну, тут приказ тоже на 18 этажей по стандарту, но 17 этажей рабочих. Тут вот эти наклейки появились. Лампы в одном плафоне горят. Все три, а в другом тоже все три. Так, это у нас девять... Ой, седьмой этаж. Вызыв. Едем назад. У пассажирского лифта грузоподъемность 320, а тут 500. Там почтовые ящики. Я, кстати, еще хочу сказать то, что квартиры бывают прямо на первом этаже вот здесь. Это у нас розыск садовский. Так, про комнаты консержей и наличиев я уже объяснял. Они бывают и здесь, и вот тут. Ну, тут почтовые ящики. Ну, это лестничная клетка. Давайте посмотрим. Вот тут этого прохода, то есть этой стенки иногда не бывает. Ну что, давайте выходить из подъезда. Вот, я хочу сказать, что вот эта вот отделочка, она присутствует очень часто. Ну, выходим. Домофон маршал. Вот комнаты консержей видны еще и вот здесь иногда. То есть окно их уже начинается здесь. Выходим через первую дверь. Мы заходили в угловой подъезд. Вот он такой. Я хочу сказать еще вот это вот, смотрите. Тут в тамбурном, то есть в тамбурном помещении есть окна, а в обычных подъездах их нет. Так, вон он там есть, бирюзовый вид. Вот давайте пройдем сейчас, чтобы хорошо было видно. Ну вот, все, уже видно хорошо. Вот он, этот бирюзовый дом. Вот тут подъезды, кстати, немного... Ну, вид снаружи немножко изменен. Обычно там тоже присутствует бирюзовый цвет. Ну, вот это бирюзовый. Ну, а это коричневый, тоже один из основных. Ну, давайте уже буду завершать на этом обзор серии. Всем пока, спасибо за внимание. Автор видео Каштанов Илья. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok